Девушки отдыхают Сарканьеми! 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 Парк аттракционов! Если вы летом хотите погонять по Финляндии, то лучше всего выбрать большие магистрали. Двухполосные большие дороги, где едешь 120 км в час и никаких проблем. Плавно несёшься себе и думаешь, а где же наше двухполосное шоссе Талентарту? Хорошо, если есть два ряда плюс один, но тут-то всю дорогу два ряда в одну сторону и два в другую, и очень классно ехать. Периодически встречаются автозаправки, и можно сделать остановку в Наки Киоске, то есть в гриль-киосках, потому что в Финляндии надо обязательно сделать одну остановку в Наки Киоске. Наша дорога продолжается, и кажется, с такой дорогой можно просто уснуть, ведь она абсолютно не напрягает водителя. Просто едешь и едешь. Так что мне надо это как-то развлекать. Получай! Получай! Вот так мы прикольно едем. Добро пожаловать в парк аттракционов Саркиньеми. За нами находится самый старый аттракцион 1974 года. Название ему «Тройка». Вы представляете, если уже в 1974 году были такие крутые машины, что вы ещё хотите? У парка аттракционов Саркиньеми очень длинная и красочная история. В 1965 году маленькая компания из Стампера решила поехать в Америку. Там они увидели красивые высокие дома и по приезду обратно подумали, а давайте тоже построим красивый высокий дом, где можно будет открыть свой ресторан. Подумали, сделали. Построили большую башню, но что сделать вокруг башни? Почему бы не построить маленький Тиволи? И уже с 1967 года дети и взрослые могут развлекаться. И я этому очень рад. С тех времён аттракционы всё прибавляются и прибавляются. Только этой весной открыли новейший и страшнющий аттракцион, где будут рады видеть всех эстонцев. Но такое мощное колесо страха увидишь не везде. Оно подкидывает вверх ногами и дает то в одну сторону, то в другую. И так целый день. 32 разных аттракционов, где можно часами бегать от одного к другому. Кушать сахарную вату. Ловить пингвинов. Метать бомбы. Дорогой друг Тед, если ты приедешь в Финляндию в Сыркниеме, то можешь смело рассказать про всё это. Все эти длинные, метровые, сладкие, кислые, лакрицы и все другие конфеты — всё это плохо. Плохо? В смысле плохие? Просто по-фински «плохо», то есть «халват» в прямом переводе «дёшево». О, «дёшево». Сразу вспоминается детство. Как же я хотел всего этого. Здесь, в парке, найдётся аттракцион и для маленьких, и для взрослых. Острые ощущения и веселье почувствуют каждый. Это такой классный старый лунопарк. С чешским даже не сравнить. Ничего подобного там не было. Так что собирайтесь и приезжайте. Всего 180 километров и два часа езды от Хельсинки до Тампера. Для эстонцев это то же самое, что поехать в Тарту. В Финляндии это второй по величине город, и здесь вас ждёт парк аттракционов «Сарканиеми». «Сарканиеми», 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 «Сарканиеми». И как настоящие фанаты, мы с Кристианом сделали свой последний заезд на лодке почти как последний из «Магикан». Ничего не поделаешь. С этого момента мои дети будут обязаны посещать парк аттракционов «Сарканиеми», причём каждый год. Для моих детей два раза в год, два дня подряд и с женой ещё и третий день. По-любому надо сюда прийти, поскольку здесь очень весело. На смотровое колесо! Мы ещё успеем на смотровое колесо! Мы с Кристианом нашли примерно в 30 километрах от Тампера красивое одинокое озеро среди леса. Рядом с озером нашли маленький красивый домик «Мёкки». Мёкки, который мы зарезервировали для нашей маленькой компании. Туда и путь держим! Вот это мёкки! Это наши мёкки! Оставили городскую суету за спиной, чтобы послушать немного тишину. Послушать, как поют птицы и посмотреть на одно из тысячи финских озёр. Для того, чтобы насладиться этим видом, надо арендовать себе один приличный мёкки. Таких мёкки, как у нас, тут рядом, в Финляндии, тысячи. Надо просто разузнать и арендовать себе за 200-300 евро мёкки. Собрать примерно 8 человек будет экономней и веселее. Если кто-то уже когда-то арендовал мёкки, то знает, что планировка тут всегда одна. Большая кухня, ещё больше гостиная, приятная и объёмная баня и маленькие детские или семейные комнаты. Нам повезло, что у нас есть даже второй этаж. Конечно же, есть камин. В придачу есть телевизор, DVD-проигрыватель детям фильм посмотреть и для взрослых вид на миллион. Растопим баню, сделаем гриль, немного прыжков в холодное озеро и вечером настольные игры. А завтра рано утром уже на рыбалку. Так что ты, ты готов? Я готов. И я тоже готов. Сидим тут, озеро Кархе, у нас гриль и чил, и приятная атмосфера. Что же сказать эстонскому народу? В Эстонии нет тысячи озёр, островов и мёкки. А знаете, что все эти острова, озёра и мёкки находятся в двух часах езды на пароходе и машине? И здесь не нужно бояться медведей или северных оленей, потому что медведи здесь хорошо воспитаны. Что усмеётесь? Ну, в любом случае, приятного аппетита. А-а-а! А-а-а! Мисс, что такое Финляндия без бани? Это уже катит. Мёкки, баня и финское лето. И теперь в озеро. А-а-а! Музыка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok